В островной столице стартовал Дальневосточный форум бережливых технологий. В нем принимают участие ведущие эксперты и представители разных регионов страны. На Сахалине все они собрались для обмена опытом и развития партнерских отношений. Мероприятие продлится три дня. Обо всем подробнее расскажет Дарья Янченко. Уже во второй раз Дальневосточный форум бережливых технологий собирает на островной земле лучших экспертов со всей страны. Теперь участники, а их 240 человек из 25 субъектов страны, будут работать по трем направлениям. Эффективное управление регионом, бережливое образование и молодежное движение рационализаторов. Мы государственные органы. Мы работаем на человека и на государство. Вот если говорить о человеке, значит для человека создаем доступную медицину. То есть он может за три дня попасть к врачу. Поэтому именно повысить уровень человекоцентричности, клетонцентричности и пациентоцентричности – это главная цель. Участники первого направления на протяжении трех дней будут изучать опыт внедрения передовых практик бережливого производства в государственном секторе. К ним присоединятся работники школ, колледжей и вузов. Особое внимание уделят студентам. С этой точки зрения подготовим единый метод рекомендаций, тоже для тренажирования по всей стране. Ну а с точки зрения молодежного движения рационализаторов, это новое движение, его нет в нашей стране. И основная задача – утвердить положение и дать старт этому движению. У нас уже 60 молодых рационализаторов. Мы этим гордимся. Будущие профессионалы поучаствуют в различных тренингах и посетят образцовые учреждения региона. Их в области 32. Одно из них – областной краеведческий музей. Там уже реализуют 10 проектов по бережливым технологиям. Мы поняли, что та информация, которая вот здесь находится, она в небольшом количестве. Но люди всегда интересуются побольше, побольше знать. Поэтому мы информацию закодировали и вывесили в QR-коды. В следующем году Краеведческий музей запустит еще 7 проектов, которые позволят сэкономить время и посетителей, и персонала.